Сегодня о диагностике. Вот такие приборы есть. У нас есть ноутбук, у нас есть два планшета, у нас есть два сканера. Первая машина, которая появилась, это был Mitsubishi Lancer, который можно было сканировать обычным планшетом с помощью программы. Сейчас мы покажем программу, карсканер. Сейчас загрузится. Японские, корейские машины все легко сканируются с помощью вот такого сканера. Я ссылки в видео опишу. Вот такой битисканер. Они есть Bluetooth, они есть Wi-Fi. Это в данном случае Wi-Fi. Мы сканируем. Все опции есть, все настройки есть. Дальше. Если немецкие машины, нам нужен уже совсем другая программа. В данном случае Wi-Fi или Wi-Fi диагност. Вот мы в нее заходим. Она запустилась. Выбор блока управления, пояс неисправности и так дальше. Для этого понадобится вот такой вот шнурок, который мы можем купить на Алиэкспресс. Ссылки тоже будут под видео. Он абсолютно классно сканирует. И мы можем все ошибки удалить. И можем все ошибки идентифицировать. Это программа под версией Windows. Третья. Попался мне такой вот планшет. Очень старенький. И можно там 5-10. Windows 8. PIPO W4. Удобно установить в нее программу. Ту же самую. Хочу работать тем, чтобы в нее установить программу на Windows. И то же самое. Мы можем сканировать. Но уже не привлекая к большому ноутбуку. Просто взяв, сделав переходник с microUSB на USB. И можем сканировать наш автомобиль. Дальше, кто ко мне получится установить на нее версию. Для Windows. Для Volkswagen Skoda. Я выложу новое видео. Всем пока. Пока. s